МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем! Здравствуйте! Ну что, ребят, вот я приехала и на стройку. Я много чем занимала своей жизнью и прыгала с разных скал в горные реки. Каталась на разных мотоциклах, копала металл, да где угодно только не была. А вот на стройке я еще не была. И стройкой я еще не занималась. Попробуем, немножко поучимся, как это делается, узнаем какие-то азы строительства. Вот это, я думаю, для подножки пойдет. Меня Марин зовут, а вас? Меня Шах зовут. Шах зовут, вот. Очень приятно. Очень приятно. Сегодня Шах мне будет рассказывать, что за стройка, как вообще, что делается. Сюда проберусь. Можно. Тут опасно. Спокойно можно прыгать. Спокойно прыгать, да? Спокойно прыгай в яму. Спокойно. Шах говорит, что можно спокойно прыгать. Я вот, девчонка, боевая, много что могу, много что умею. Вот на стройке еще ни разу не была. Вот скажи мне, пожалуйста, вот что самое важное в стройке? Самое главное в стройке четкость, надежность, конечно, совместно работать. Совместно, вот так. У вас что-то мало, я смотрю, тут. Да. Мы сегодня по документам ребята ушли. По документам ребят нет. Вот так вот бывает. Ребята есть, а по документам их нет. Нет, нет. Они документы сделают, пошли. Получается, я вот попала в самые-самые основы, вот прям самое начало стройки, да? Это основание, да. А как вы вот решаете, там, все, вот здесь будет дом, да? Вы измеряете, вот, какой он будет длины, исходя из чертежа, вот пару слов об этом. Нам чертеж отправляют, получается, дорога, от него мы берем и начинаем строить дом. Ага. А здесь будет какой большой дом, двухэтажный? Здесь Милан будет. Милан? Это одноэтажный? Милан? Это что такое? Да, Милан. Это проект Милан. Проект дома Милан. А, да. По проекту Милан. А я думала, здесь, короче, в России будет Милан. Зачем нам чужой Милан? Мы тут свой Милан построим. Ну ладно. Огромный такой одноэтажный Милан, красивый, четырехскатная крыша. Очень красивый дом. Барселона, так далее, Берлин, вот такие дома. Короче, все будет в России. Вот так, вот так, вот так вот. Хочешь, Милан тебе построит, шахт, хочешь, Париж тебе построит. Москву? Да, Москву. Шахт, построи мне Москву, подари мне Москву. Да, обязательно подарим. Красная площадь будет. У него своя красная площадь внутри. А вы сейчас ты чем занимаешься? Сейчас я диагоналку хотели мерить. Ну я подошла и не мерить. И вот ребятам доверять тоже никак, вот порвали сразу. Вот порвал, сейчас надо его не сделать, чтобы она не порвалась. Дальше, чтобы... Ладно, это я пришла, просто вы засуетились, там диагональ порвали сразу, там что, ладно, скажите, засуетились. Она, наверное, стеснялся. Скорее, скорее, мере, скорее. Смущался, что ли. А получается, померил и ушел, да? Порвал и ушел. Сейчас его приклеим обратно. Давай я померю что-нибудь. Вот, может быть, я чем-нибудь могу? Бывает такое, что девушке на стройке что-нибудь помогает? Да, да, может, можно, да. Это профессия, все могут. А женщина сама дом может построить? Одна сама нет, конечно, но можно. Спутником может. А бывает такое, вот мы сейчас смотрели, диагональ не соответствует проекту или что тогда? Надо поправить. Перекапывай дом? Нет, нет, у нас такого не было, но... Всегда совпадало? Да, совпадать должен. 0,2 миллиметра. Это 0,2 миллиметра? Это тип отклонения от... Да, одна сторона, 2 миллиметра всего лишь. Разница? Разница. Ну, это мало. Это идеальный диагонал. Итак, первое, что я выяснила, да, вот разница в 0,2 миллиметра, вот так мы посмотрели диагональ, и вот так 0,2 миллиметра. Это здорово, взять такую, выкупить такую штуковину, и вот такая вот погрешность. А сколько ты занимаешься стройкой в США? Уже 9 лет. Ну, это много, мне кажется, 9 лет, это уже профессионал получается. Ну, я стараюсь. А тебе сколько лет? Меня? 29. Ты главный, да? Да, бригадирка. Всех тех, видела, кто строит дома или что-либо строит, это красный карандаш за ухом. Вот именно красный. У моего отца такой, и он порой такой, где карандаш, где, как раз, группа за ухом, а, точно. Я даже не замечаю его, когда вот сейчас уже видео идет, даже об этом не думали, что-либо снимали. Да, это выглядит как рация. А это прием, знаешь, это типа, чтобы стройку хорошо делать, типа, все нормально, стройка идет. И вот прием тут связи с глобальным строительством. Стойки забиваем. Ага. Основание, каркас. И потом лента будем вязать. А я вот забить стойки смогу? Да. Можем даже сейчас сваи бросать туда. Ты сказал, что ты жмешь 100 килограммов. Ты спрашиваешь, сможешь ли ты забить стойки? Я просто не понимаю, что именно сейчас, как это стойки выглядят, типа, и куда мы их будем. Погоди, ты правда сотку жмешь? Ну, ногами сотку. Отжимаюсь полторы тысячи раз по 50 раз. 60 я поднимала вот так. Присыдело 1200 без остановки у меня рекорд. По-моему, сотку я поднимала тоже, да. Пресс рекорд был где-то там 3000 раз. 105 килограммов, вот, еле недавно пожал сотку. Серьезно? Марина, 66 килограмм, сотку жму. Это все потому, что с гусями выросла на природе, на мясе гуси, с молочком, да. С цветанкой. На деревенском вайбе, так сказать. Все, это все силушка земли родной. Он точно будет каменный или вот этот? Это вот зачем? Не каменный, газоблок. Это опалубка. Опалубка, ага. Не выливался. А, это чтобы вот сюда бетон заливать, а он чтобы сверху не выливался, да? И сюда еще опалубка будем поливать. А, ничего себе. И внутри лента, где дырочка вот эта, туда сваи бросаем. Вот такой глубины прямо она, да, будет? Да. Вот такой вот, выше меня роста получается. Такой вот. У меня рост метр шестьдесят девять, метр семьдесят в зависимости от того, насколько я хочу тянуться к солнышку. Вот, и эта штука выше меня. И вот настолько вот вкапывается в землю. То есть такое вот укрепление плотное у дома. Это надежность, да, да, такой. Шах сказал, это надежно. Сначала давайте загибаем арматуру. Давай. Загибать арматуру? Вот эту? Конечно, смотри. Да, да, да. В смысле, вот так вот? Нет, нет. Нет, вот так вот, ты же сто килограммов живешь. Нет, вот так, вот так. На руку наматывай. Метр восемьдесят я держу. А, ты прям по своим ногам такой раз вытянул? Да, и почти два метра, правильно? Ага. Это загибаем вот таким образом вот сюда. Прообразим. Девяносто градусов надо определить точно девяносто градусов. А как я это определю на глаз? Я, я... Знаете, вот этот момент надо определить точно на глаз девяносто градусов. Да, это двадцать семь. Ага. Сантиметров держим вот таким образом. И спускаемся ровно, ровно, вот поровнистый ему идет туда, загибаем. И тоже девяносто градусов. Вот, все, у нас четкий догиб. О, нифига, я сама, шеф, подожди, дай я ее пробую сама. Нифига, нифига, а я левой рукой тяну, ты понимаешь просто? Давай, давай, двойми. Нифига, она тяжелая вообще. Да, блин, шаг. Вот с этой стороны, вы чего? Давай. Ну, блин, а что она такая тяжелая-то? Ну, с еленью мы загибаем так. Все, и девяносто, да? Да. Вот ты так легко делал, я такая, думаю, сейчас я это легко сделаю. Ну, конечно. Да, блин. Я что, ты не расстроилась? Я думала, я равно это самое. Ну, конечно, сто килограмм я не жму, не пробовал, но я могу арматурой гнуть. Пару подходов сделал, отжал арматурой, все. А то ходят, выпендриваются, там я, бицепс, трицепс. Ну, вон, арматурой гнуть. Ты ржешь, ты по всем попробовал. Давай, давай попробуем. Давай. 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 Следующий. Давайте. Давайте. Это был замечательный аттракцион. Как еще никто не ждал. Давай, давай, давай. Давай. Ой, маларис. Все, все, все. И что? Ну, я скажу, короче, здесь знаете, в чем фишка? Где камера, куда говорить? Короче, фишка, это взять крепкий упор на ноги. Да, у меня тоже, у меня ноги скользят, у меня ноги скользят. Берем, делаем. Вот так. Вот так. Еще? Еще чуть-чуть. Вот так. Еще чуть-чуть. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. Вот так, да. С девочкой сравнивать себя, это такое, не по-мужицки. Не, ну, блин. Не, ну, ты сделала? Ну, я сделала, я загнула. Самая красивая, чем арматурная. Это моя. 55 штук. На дом? На каждом углу. На углу 55 штук? Да, 55 штук такие загнут. И 130 штук, вот такой треугольник для свай. Ты левая рука, подожди, ты же... Я левша. Да. Можно правый сделать. А правый я могу так выглядеть? Можно сделать правый. А, это в другую сторону. Во, во, вот так надо. Так, вот чем прикол. Почему-то было, почему у меня не получалось. Вы понимаете? Ах, ты шаг. Да, потому что я левая делала. Ты хотел всех обмануть. Под левую руку. Пойдемте. Вот видишь, как идет гораздо легче. Сейчас, друзья. Ты этот угол не снимай, а вот, ну, понимаешь, да, как кадр держать? Все есть. Ну, типа, чтобы было, что шаг мне не помогает. Нет, это как раз сразу. Блин. Да, блин. Треугольник ютуба, слышишь? Да, это как... Погарник. Что-то здесь. Я не знаю, как... Я не знаю, как там это ваш ютуб. Это как ютуб ваш. Идем вязать. Идем. А ты спицы взял? Вязать. Ага. А, так это спицы? Я тебе сказал, что есть спицы. Это реально похоже на спицы для вязания, которые ничего себе. Я вообще бы не подумала, что это такое. Вот это выпускаем сюда, еще два. Ага. Еще два, которые мы взглянули сейчас. Вот это. По три, да? Ну, да. По пять. По три. Ну да, по пять. Я не понимаю пока, как этими крючками мы сейчас будем вязать. Сейчас, сейчас будем научить, все будет. А это тоже будут использоваться вот эти штуки? Да? Это просто. А, вот, да, тоже. Смотри, уже... А, это как нитки! Можно вот таким образом вязать. Вот таким образом. А, реально крючок получается, обалдеть. Вот так. Ничего себе, прям крючок получается. И можно вот так просто вязать. Ага. Какой вам удобно. Как? Вот так. Вот, держи. А, я хотела, чтобы... Кручу? Давай. И просто кручить? Перейти шаг, прости, пожалуйста. Давай перейти. Нормально, нормально. Я тоже не сразу научился. Так. Нормально. Никита, ты думаешь, это просто? Это не просто. Вот так. Что ж такое? Я себя... Нет, тебя тяни, тяни себя. А, тяни себя, да. Я вообще себя чувствую бесполезной. Это даже вот так вот. А, это на себя так... Лягуночку так оттягиваешь. Вот так. Это уже можно бросать внутрь, на свай. И укреплять дом. И вот так наверху снимаешь, и спускаешься. И потом подождешь, мы положим это туда. Понял, Вань? Вот так вот. Так. Вот так. Снизу вверх. Не понял. Давай, ты чего опять отдал камеру? Да. Джеймс Кэмерон. Так. Так. Это будет переход, да? Это свай. Френды будем. Вот, как ты сказал, мы в тренде будем. Как пальцами покажи. Клево. Не, а. Вот так большая, вот так вот. Только середине. Вот так вот. В тренде будем, короче. Я хочу с тобой один день снять. Хорошо. Ты смотрел? Да. Да? Понравился тебе? Не, прикольно. Шах, он такой харизматичный. Я не могу, да. Но я уже 12, 13 лет почти в России. Четко. Четко. И вот так вот четко одна из 26 свай установлена мной и Шахом. И когда-то, представляете, тут будет жить семья, будет дом, одну из свай, которых построила я. Я готовить умею, Шах. Честное слово, готовить умею, но я вот волнуюсь просто. Она идет в закат, говорит, а вдруг у меня не получится. Нормально, нормально получится. Давай я помогу, правда, Шах, давай я покажу, как я делаю, а ты покажешь, как ты делаешь морковку, ладно, соломкой? Шах, я вот так морковь режу, а ты как режешь, покажи мне. Можно по-другому. Просто собирать кученьку и все. Так реально удобнее, да, прикольно. Шах тебе в ресторан надо. Вот, это знаете что? Я салатчиком тоже работаю когда-то. Так, а как ты луги режешь пока? Смотри сюда. Ты так быстро режешь лу, Шах! Ты че? Как так делаешь? Ничего себе! Блин, мне стыдно. Я не умею так. Вот, тебя смотрю. Бурак, видела? Смотри, 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 глянь, он просто в камеру, давай еще, просто в камеру смотрел и все. Не так, а вот так надо держать. Ага. Вот, касается сюда и уходит, вот. Семь домов еще, пока одновременно, короче, плов делает, семь домов осталось у него. Я как этот подмастерье, пока босс на телефоне, на дурбе, на связи, я тут лучок подшаманил чутка. Ага, сначала лучок. Ой, как это творчалка! Согласись, что если человек умеет готовить, он и на плите приготовит, и в казане приготовит, и на мангале, где угодно. Да, главное, чтобы он умел, но вкус в казане реально отличается. Мукер золотой. Можно я попробую там? Смех. 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 Блин, я так что-то есть захотелось, правда уже, не могу. Да, сейчас. Скоро будет готово. Всегда плов готовите или по-разному? По-разному. Можно мясо с карточками и разное бывает. Макарон готовим, например, супчик готовим. По-разному. Каждый день. Ну, каждый день плов есть тоже. Ну, конечно, надо ест. Всегда сами готовите, не заказывайте, да, вот такие? Нет, мы сами готовим, привозим. Даже хлеб тоже готовим здесь. Да, можно что-то? Нет. Ммм, а пахнет-то вообще класс, прям жутко все. Да. Сейчас будем кушать. Кидаем мясо, да, уже? Сейчас, чуть-чуть еще. А морковь потом покидаем? Да. Это тоже жарим. Я, кстати, морковь сначала кидала, когда вот в казане готовила. Нет. Может быть, я неправильно сделала. Тогда так делаешь, и это будет как каша. Нет, нет. Да, точно нет. Все правильно. Или овощи. Даже плов можно овощами готовить еще. Да. Я обожаю плов. Без риса. Даже фрукты там можно добавить. Изюм можно добавить. Все можно добавить. Курага вот это все. Ну, и здесь стрейка, ну, не кулинарное еще. Можно с картошкой, можно яйцо бросать туда. Полное творчество. Я никогда не пробовал ничего такого. С изюмом даже не пробовал? Нет, с изюмом пробовал. С изюмом пробовал. Но вот там из картошки с яйцом вообще никогда не пробовал. Я бы как-то только по классическим рецептам, банальным, которые все знают. А мясо с такими большими кусками, да, лучше? Я сейчас себе вот порезала бы, наверное, поменьше. Я вот люблю мельчин, но... Так правильнее, да? Все, 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 все. Нормально. Да. Сразу прям схватывает мясо. Какая красота, прям. Сразу вот. Оп, и все такое, она прям вот сразу поджарит. Вот. Работать надо, но кушать тоже надо. Хорошо кушать. Кушаешь, человек, если нормально кушает, он работает. Я не могу просто думать о стройке, а глядя на такое вкусное мясо с лучком обжаренным. Откуда мы рядом дома? И готовим, и строим. Кайфово, конечно. Морковь! О, морковь нашла. Готовим плов. Как это говорят. Вау. А моркови так много, вообще кайф! Полицентка! Ой, а наваристы-то с ума сойти просто! Хотела подучить какие-то моменты из стройки, чему-то научиться новому в строительном деле, а научилась готовить плов. Выстыпать сразу тоже неграмотно будет, да, если мы все сразу... Да, равномерно, равномерно. А почему нужно так равномерно все это распределять? Потому что морковь должен внизу оставаться. Вот подумал бы ты, да, почему? Потому что морковь должна внизу оставаться. Не будет гореть. Все у меня тоже не смещено. Должен, значит, готовить, строить. Надо будет все равно. Я готовила, честно, лук резала, и одну морковку порезала. Правда, Шах? Да. И мешала, то и дело, мешала, чтобы мясо там, чтобы не прогорело. Все. Вот так берется. Кушай сам тоже. Шах, ты меня многому научил, и, наверное, давай я тебя научу с Юпитером V. Ты катался на Юпитере V? На этой? На таком мотоцикле советском. Нет, не катался, но я думаю, исправлю легко. Да, мне кажется, да. Человек, который... Сэпджи ездит на него. Огнем ездит. А, да, да. Призрачный гонщик. Призрачный гонщик я. Призрачный шах. Как еще раз? Нет. Призрачный гонщик. Очки мои, где? Шах, чему? Как твои очки? Нет, черные были очки. А, нужны специальные. Черные есть. Да. Короче, этот тормоз может отлететь еще сюда. Ты его ногой вон туда, чтобы он был. Ага. Ну, вроде работает. Вроде работал. Я не знаю. Ну и ногой мог бы. Сейчас очки главное принесу, чтобы на стиле было. Самое главное у нас в этом всем деле что? По кайфу и по красоте. Сейчас. Конечно. О, ты уже даже сам развернул мотоцикл. Так, очки, чтобы на стиле быть, все. Да. Вообще по красоте. Вот теперь призрачный гонщик. Тут главное, чтобы тронуться ему. Ну все, я научилась разным крутым элементам настройки, как делать сваи, как вбивать, как гнуть металлические прутья. А, шах, научился кататься на советской технике из Юпитер 5. Обменялись своими ценными умениями. Вот честно, самый красивый этот таджик, которого я видела. Покажи правую руку. Правую? Правую. А что? А где кольцо? Так я же развелась. Да блин, Никита! Дебил! Все. Приходи, приходи, приходи. Чисто босс ворвался. Ну как тебе шах? Все. Мне нравится. Красный такой. Да. Ну это прямо, видишь, он такой ушатанный весь. Вот именно его уникальность в этом и есть. То, что он такой ушатанный, но он едет, но он на ходу. То есть он такой ушатанный, но на ходу. Все могут управлять нормальным, хорошо настроенным мотоциклом. А вы попробуйте управлять вот таким вот из Юпитера 5. Навряд ли у вас получится. Идеально. 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 За одного раза. Вот. Призрекный гонщик. Спасибо тебе за то, что научился всяким разным элементам. Вот Шак, давай. Спасибо вам тоже. Давай забьемся, если этот ролик сходу, ну первый раз снимаем, наберет 10 тысяч просмотров, мы снимаем вторую серию «Девушка на стройке». Давайте. Давайте. Посмотрим, друзья. Посмотрим. Лайки, комментарии для поднятия активности. Если вам понравилось, может что-то не понравилось, пишите в комментариях, что может быть вы еще хотели бы посмотреть, как мы в постройке что-нибудь делали. Шак, спасибо тебе просто от души. И я думаю, что тебе тоже на мотоцикле понравилось кататься. И есть контент. Призрочный гонщик. Призрочный гонщик. И Мэри Дилан. И Мэри Дилан! Субтитры сделал DimaTorzok ПО ТВ Продолжение следует...